В прямом эфире телеканала Губерния 33 программа без предварительной записи в студии Екатерина Степ. Здравствуйте! Как обычно, в это время говорим о том, что волнует жители региона. Абдоминальные хирургии – это всевозможные операции, которые касаются органов брюшной полости. Врачи, которые проводят такие операции, называют врачами общей хирургии. Потому что при изучении основ анатомии человека и строения сосудов, органов и так далее, основной упор делается именно на это. К тому же, во время прохождения ординатуры они обучаются исключительно основам общей хирургии. Большая часть операции во всей хирургии проводится именно в брюшной полости, потому что здесь располагаются жизненно важные органы, сбой в работе которых может привести даже к летальному исходу. Сегодня гость нашей программы – кандидат медицинских наук, хирург высшей категории с 33-летним стажем. Павел Малошенко. Павел Александрович, здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, вы также можете присоединиться к нашей беседе и задать интересующие вас вопросы без предварительной записи. Достаточно позвонить по телефону в студии 32-62-33. Ну а мы приступим, Павел Александрович, к нашей беседе. Всем понятно, все это знают без исключения, даже дети, что хирург – это очень ответственная профессия. Вы – люди, которые спасаете человеческие жизни. Однако мы, пациенты, мало что знаем о вашей специфике работы. Расскажите, пожалуйста, Павел Александрович, из чего состоит рабочий день заведующего хирургическим отделением. Добрый день, уважаемые телезрители. Да, профессия хирурга – довольно сложная профессия. Иногда говорят, что это не специальность, а все-таки должно быть призвание какое-то. Потому что, говоря такими афоризмами или цитатами, когда у больного на столе падает давление, оно всегда повышается у хирурга. Это первое. И пациент, хирург умирает с каждым больным, как говорится. То есть, такая психологическая нагрузка, которая возникает в определенных ситуациях во время оперативных вмешательств, требует такой сосредоточенности, железных коварицинервов, терпения, естественно, знаний. Такого собственного здоровья, потому что приходится работать и днем, и ночью, и в выходные, и в дежурство, когда возникают именно экстренные какие-то ситуации. Ну и как бы хирург обязан принимать решительные, не быть таким, не иметь страха, а быть решительным в каких-то случаях, когда возникает экстренная ситуация во время оперативного вмешательства, брать на себя обязанности жизнь пациента. Поэтому, конечно, еще раз говорю, профессия хирурга, это все-таки я считаю, что должно быть призванием каким-то в данной ситуации. А рабочий день, как всегда, я на работе с 7 утра, сразу же посещаю реанимационное отделение, осматриваю тяжелых больных, прохожу по всем палатам своего отделения, узнаю, как прошла ночь, как прошел вечер, состояние пациентов. Затем проводим какие-то мини-документации, затем планерка, затем общий обход с ординаторами уже, с самого отделения, дача всяких указаний, и расписание, как бы, дальнейших действий во время, в течение суток. Затем, естественно, мы идем в операционную, и больше половины времени, естественно, проводим там, после прихода с операционной, как всегда, у хирург, кроме забот о самом пациенте во время операции, начинается забота с заполнением документации, то есть оформление протоколов различных историй болезни, выписанных эпикризов и так далее, и тому подобное. И так оно длится до вечера. При возникновении каких-то экстренных ситуаций здесь все, естественно, откладывается, и больном сразу берется в операционную, и проводится так называемое экстренно-оперативное вмешательство. То есть у вас весь ваш рабочий день, он расписан по минутам. Я-то думала, хирург, проделав операцию, может прийти, спокойно сесть у себя в кабинете, выпить чашечку кофе, расслабиться, выдохнуть, и потом заняться другими делами. Тем не менее, у вас, помимо операции, еще много других обязанностей, которые приходится тоже решать. Павел Александрович, если говорить об вашем отделении, которым вы руководите, вот чем ваше отделение отличается от других отделений? Может быть, такие же или соседних отделений в областной клинической больнице? Отделение у нас, я считаю, на данный момент имеет всего лишь 23 койки. Я считаю, что это недостаточно для области как таковой, потому что объем оперативных вмешательств постоянно возрастает. Мы в данной ситуации ограничены и наличием всего лишь одной операционной, например, одного анестезиолога, который, то есть тот объем, который необходимо выполнить, мы готовы выполнять, но в связи с определенными организационными вопросами мы приходится пациентов выстраивать в определенную очередь, которые иногда затягиваются, можно так сказать. Потому что, опять же, при возникновении экстренных ситуаций, плановое оперативное вмешательство у нас смещается на другой определенный срок. Но отделение отличается тем, что мы абдоминальные хирурги, то есть занимаемся патологией, хирургической патологией больных органов брюшной полости. Хотелось бы даже привести цитату, привести именно про хирургическое отделение абдоминальное. Хирурга, работающего в абдоминальной хирургии, можно сравнить с пехотным командиром. Не избалованный публичным вниманием и слабой окружающих кардиохирургии и нейрохирургии, абдоминальная хирургия напоминает скорее пехоту, чем военно-воздушные силы. Однако на войне невозможно победить, управляя лишь ракетами на расстоянии без наземной, как говорится, пехоты. Так и технологические достижения иногда не имеют основного значения в неотложной хирургии, которая остается исключительно сферой интеллекта и рук хирурга. Но это Маша Шейн, это такие форимические цитаты именно о медицине. А так... Ну, трудно не согласиться в данном случае с Машей Шейн, потому что, действительно, вы столько решаете вопросы, задачи, только проблем своих пациентов. Действительно, почему-то у нас в обществе очень мало говорят об специфике работы абдоминальных хирургов. Действительно, те же нейрохирурги не так обделены вниманием. Ну что ж, мы продолжим нашу беседу. Павел Александрович, но сначала примем звонок, который поступил от нашего телезрителя, по телефону 32-62-33. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, говорите. Да, здравствуйте. Я вот хотела вопрос о желчном пузыре задать. Дело в том, что два года назад нашли камни, и я и диету соблюдаю, и проверяюсь регулярно. Но вот врач говорит, что нужно делать операцию. Но дело в том, что я перенесла инфаркт более трех лет назад. Вот хотелось бы спросить Павла Александровича, занимается ли он этим вопросом, и можно ли делать операцию в такой ситуации. Павел Александрович, есть нам чем ответить? Да, конечно. Спасибо за вопрос. Естественно, это данная патология, желчнокаменная болезнь, которая у людей встречается очень часто, и мы делаем, в принципе, тысячи таких оперативных мешательств. Почти ежедневно у нас проводятся такие оперативные мешательства по удалению желчного пузыря. Они называются холецистоктомии. Естественно, в связи с прогрессом, который у нас существует в медицине, мы сейчас проводим эти операции только малоинвазивным методиками, лапароскопическим методом, через мини-разрезы. Почему не надо обязательно проводить операцию при желчнокаменной болезни? Потому что возникает очень много осложнений этой желчнокаменной болезни. В первую очередь, это острый панкреатит и панкреонекроз, который вы, может, и слышали, что иногда заканчивается летальными исходами. Дальше камни в желчном пузыре могут привлекать, мигрировать в протоки желчные, вызывать так называемую механическую желтуху. Плюс камни в желчном пузыре, они являются источником инфекции, который может восходящим путем приводить к острому воспалительному процессу. Почему-то у людей считается, что грыжа, надо оперировать обязательно. А вот камни в желчном пузыре необходимо как-то воздержаться. В данной ситуации я вполне не согласен, хотя некоторые врачи говорят, не беспокоят и не надо оперировать. Мое мнение, как хирурга и как обычный хирург, необходимо их убирать. Потому что мы потом сталкивались с очень серьезными осложнениями, возникающими и приводящими именно вот именно желчнокаменная болезнь приводит к этим осложнениям. Павел Александрович, а перенесенный инфаркт нашей телезрительницы, он не может ставить противопоказание? В данной ситуации это не является противопоказанием. При соответствующей подготовке, при коррекции нарушений, которые возникают, при квалифицированной консультации кардиолога, в принципе, это вполне реально. И также можно провести лапароскопический, но с другими параметрами. Также существует и мини-инвазивный метод не только лапароскопический, когда мы нагнетаем туда вручную полость газ. Существует специальный инструментарий для проведения оперативных вмешательств из мини-доступа. То есть разрез до 3 сантиметров, через него, с помощью специального инструментария, также можно провести оперативное вмешательство. Ну что ж, хорошо. Я думаю, что телезрительница осталась с довольно полученным ответом. А мы возвращаемся к нашей беседе. Павел Александрович, мы остановились на обсуждении вашего отделения. Вы сказали о том, что у вас в стационаре 23 кое-какие места. А сколько еще операций в год проводите у себя? В год проводится около 800 операций, 750-800 операций. То есть ежедневно где-то проводятся, если считать чисто рабочие дни, где-то минимум 3-4 операции в день. Да, действительно большое число и для года вообще, и несмотря на то, что вы сетуете, что мало кое-как мест, смотрите, как вы все успеваете. Сколько в штате у вас сотрудников? Сотрудников медицинского персонала? Ну, сотрудников у нас 4 ординатора. Ну, и общий штат где-то 24 сотрудника. Ну, это младший медицинский персонал. Тем не менее, команда не столь большая, но многое успевает. Ну, потому что, в принципе, у нас отдельные перевязочные сестры, процедурные сестры, постовые сестры, операционные сестры, как бы санитарки. Поэтому штат, естественно, достаточный. Но если расширять отделение, то необходимо увеличивать количество операционных сестер и анестезиологов, которые не от нас зависят. Мы готовы оперировать постоянно, но ограничены. Ну, все в этой жизни развивается. Будем надеяться, что и ваше отделение тоже со временем будет развиваться и приобретать все большее масштабы. Павел Александрович, вы сказали уже о том, что приоритетным направлением в вашей работе являются малоинвазивные эндоскопические вмешательства при заболеваниях органов брюшной полости. Давайте разберемся, что это за малоинвазивные вмешательства, такие. Что они себе представляют? Ну, сейчас тенденция везде направлена в хирургии на малоинвазивность, так называемую. То есть раньше оперативные вмешательства проводились из большого разреза, который делался от 20 до 30 сантиметров на передней брюшной стенке. На данный момент все больше и больше развивается малоинвазивная хирургия в связи с развитием технологий различного инструментария. И сейчас в основном оперативные вмешательства достигли такого успеха, что в основном они зависят от технического оснащения. Оперативные вмешательства можно проводить как на желчном пузыре, на желчных протоках, на печени, на всех органах, абсолютно на всех органах брюшной полости. Мы как-то, в принципе, малоинвазивность не только в брюшной полости, но даже и при заболевании щитовидной железы используются малоинвазивные методики как таковые. Но это также зависит от технического оснащения. Поэтому... Я правильно понимаю, что огромное преимущество таких операций, то, что шрам после такого операционного вмешательства, он очень маленький, практически со временем становится незаметным для пациента. Да, конечно. Вот, например, при удалении желчного пузыря проводятся четыре мини-разреза. Один из них до 1 см и три по 0,5 см, где-то вот так примерно. Поэтому на брюшной стенке их абсолютно не видно. Также при удалении от червеобразного тростка, ну, любое оперативное вмешательство, шрамов не остается. Единственное, что возникает, увеличение разреза тогда, когда приходится удалить большой орган как таковой. Например, мы проводим операцию по удалению селезенки при заболеваниях крови, при травмах, при различных патологиях, при спленоктомиях, как это называется. Приходится иногда просто увеличивать немного разрез, но он не превышает где-то трех сантиметров. Сама чем, почему малоинвазивная хирургия сейчас впереди? Потому что, во-первых, это сокращение нахождения пациента в стационаре, быстрая реабилитация самого пациента в течение, мы, по идее, можем даже выписывать через 3-4-5 дней пациента после такого вмешательства, то есть у себя в патологии какое-то осложнение не возникло. Сама реабилитация, когда больной приступает к работе, значительно раньше, чем после таких вмешательств. Прекрасно. Об этом мы еще обсудим, но чуть позже. А теперь снова звонок в нашу студию. Здравствуйте, говорите. Добрый день. Моему папе сейчас 61 год, он справляется с панкреатитом. Стали очень часто появляться сильные болевые ощущения. Консервативное лечение, оно неэффективно. Еще усугубляет поставленный полтора года назад диагноз сахарный диабет. Очень больно смотреть, как он мучается. Может быть, в данном случае возможно хирургическое лечение панкреатита или нет? Спасибо заранее. Вопрос. Лечение хирургического панкреатита раньше основывалось только на консервативных методах лечения. На данном этапе стали широко применяться оперативные вмешательства при хирургическом панкреатите. Вернее, при его осложнениях. При осложнениях. При кистах, при наличии камней в протоках поджелудочной железы, при расширении протока, при различных наличиях кальцинатов, увеличении. И выраженным болевым синдромом. Болевой синдром всегда обусловлен только тем, что нарушение происходит оттока по протокам поджелудочной железы. Поэтому данного пациента, естественно, если при обследовании после компьютерной томографии, после исследования желудочно-кишечного тракта, УЗИ, анализов, у больного имеются вот те осложнения, про которые я говорил, то, естественно, такому пациенту показано оперативное вмешательство. Если у больного сохраняется выраженный болевой синдром. Операция именно оправлена на то, чтобы купировать этот болевой синдром и привести пациента к более комфортному жизни. Но эти операции на данный момент относятся к высокотехнологичным. И на них выделяются квоты, как федеральные, так и бюджетные. Но квот, можно сказать, пока не очень много. Но мы широко на данный момент используем данные методики. Я владею этими оперативными вмешательствами. Если пациент подходит под те осложнения, которые мы говорили, если нет какой-то тяжелой сопутствующей патологии, то пациента вполне можно вылечить хирургическим путем. Ну, для этого, наверное, если какие-то вопросы, берется направление. И пациент может по средам у нас, например, неоперационный день. Я у себя принимаю в отделении. Пожалуйста, берите направление в поликлинике, в диагностическом центре. Заводится карточка. И без проблем я никому не отказываю. Приезжайте, я проконсультирую. Мы там на месте решим, показано ли оперативное вмешательство. Прекрасно. Павел Александрович, высокотехнологическая помощь, о которой много сейчас везде говорят. Вы сами сказали о том, что все-таки у вас в отделении практикуется. Давайте тоже с этим разберемся. Высокотехнологическая помощь. Вот есть у нас панкреатит, лечение которого относится к высокотехнологической помощи. Это связано с каким-то обеспечением аппаратурой во время этой операции? Почему это называется высокотехнологическая помощь? Как я уже говорил ранее, в принципе, активно оперировать на поджелудочной железе на данный момент стали не так давно. Потому что, я еще раз говорю, это связано с довольно серьезными осложнениями во время таких операций. Сама операция обширна по самому объему. Даже по анатомическому строению и расположению поджелудочной железы можно сказать, что она не находится ни в брюшной полости, она находится забрюшиной. И около нее проходят очень серьезные кровеносные сосуды. Она имеет выраженное кровоснабжение. И поэтому даже подход к этому органу, он затруднительный. Приходится очень много проводить мобилизации органов, чтобы достичь этого поджелудочной железы. И операции иногда длятся от 5-6, а иногда бывает и до 10 часов. То есть такая длительность операции у нас в абдоминальной хирургии. Поэтому, естественно, это тоже зависит от оснащения технического, соответствующих инструментов для диссекции или, как мы говорим, иссечения ткани, подхода к органу, для остановки кровотечения, для наложения соустий, которые мы, естественно, во время операции накладываем от 2 до 3, иногда и 4 анастомозов, то есть соустий между другими органами. То есть это зависит еще от самой сложности проводимой операции? Конечно, сама техническая сложность, сложная операция, поэтому она относится к высокотехнологичным. И любое лапароскопическое вмешательство на этих органах также и относится к высокотехнологичным. И еще к высокотехнологичным операциям в абдоминальной хирургии, как выделяется код, это когда производится так называемая панкредональная резекция, когда удаляется поджелудочная резекция, 12-перстная кишка, часть желудка, протоки, желчные пузыри. Это тоже очень большая по объему операции, она проводится также относится к высокотехнологичным. Также заболевания со стороны печени, доброкачественные образования, гемангиомы, кисты, кисты паразитарные, такие как хинококос или кокос, также является высокотехнологичной операцией, потому что при удалении данных образований приходится иссякать еще и часть резицировать печень. Поэтому они также относятся к высокотехнологичным операциям. И все это вышеперечисленное вы также практикуете в своем отделе? Да, да, да. Прекрасно. Павел Александрович, помимо плановых оперативных вмешательств, вы также выполняете экстренные, а что относится к показаниям для экстренного оперативного вмешательства? Я правильно понимаю, что экстренное – это когда человека привезли со скорой, и он ложится на операционный стол? Ну, у нас немного другая специфика в данной ситуации. Я имею в виду по экстренной хирургии, потому что областная клиническая больница, она оказывает в основном специализированную плановую помощь. И экстренные ситуации в основном у нас в больнице возникают, если осложнения возникли где-то из отделений терапевтическом или другом хирургическом. Как мы говорим, мы всегда на переднем плане. Как только возникает какая-то экстренная ситуация, зовут обдоминальных хирургов, чтобы оказать вот эту помощь. Чаще всего экстренная ситуация возникает, ну, известная, даже у тех же сотрудников или у пациентов могут возникнуть и острые аппендициты, и прободная язва, и острый холецистит. И в связи с открытием сосудистого центра увеличилось количество именно пациентов с тромбозами, когда сосуды тромбируются тромбами, и возникает некроз кишечника, чаще всего, но с летальным исходом. Да, такие ситуации. Поэтому и те же самые осложнения в других операционных, например, если возникает трудность, вот, например, у гинеколога при вхождении в брюшную полость или там какие-то процессы, естественно, зовут обдоминальных хирургов, чтобы провести санацию и адекватное рассечение, как мы говорим, спайк и вход в брюшную полость. Ну, вот возникают ущемленные грыжи различных идеологий, паховые, послеоперационные, в общем, огромное количество. А теперь это стало понятно. Ну, правильно вы сказали, Павел Александрович, что всё-таки в основном это плановая операция, то есть те операции, к которым следует подготовиться заранее. А есть ли действительно какая-то подготовка, которую пациент должен обязательно придерживаться этой подготовки перед тем, чтобы лечь к вам в отделение на плановую операцию? Чем-то отличаются вот эти операции в брюшной полости? Подготовкой какой-то определенной? Ну, в принципе, такого именно характерной для обдоминальной хирургии подготовки, наверное, не существует. Ко всем операциям происходит, к любой оперативной вмешательству происходит определенная подготовка. Если у человека имеется сопутствующие заболевания, лечится больной, наблюдается у эндокринолога, у кардиолога, лечение гипертонической болезни, сахарного диабета, в различных неврологических заболеваниях, естественно, они должны коррегироваться на дооперационном этапе врачом, который занимается этой патологией. То есть стабилизация давления, стабилизация сахаров, ну, естественно, взятие различных анализов, проверка осложнений стороны вен, например, нижних конечностей, потому что при оперативном плане вмешательства на брюшной полости часто иногда возникают такие осложнения, некоторые тромбоэмболии легочной артерии, которые связаны именно с нарушением венозного оттока и с фарикозным расширением нижней конечности. Это тоже необходимый профилактик, поэтому мы требуем обязательно эластичный трикотаж во время оперативного вмешательства, приобретение бандажа абдоминального, чтобы иметь в послеоперационном периоде. Ну, а характерная подготовка перед самой операцией, ну, это уже проводится в стенах отделения, то есть санация кишечника, желудочно-кишечного тракта, ну, и такие препараты, которые успокаивают больного, и чтобы перед операцией у больного не было таких гипертонических, как говорится, кризов в связи с его переживанием. Ну, вот такая вот вкратце подготовка. А так, в основном, так и при любой операции. Хорошо, про подготовку поговорили. Если касаться вопроса реабилитации, то здесь, как обстоит вопрос, как обстоит дело с этим вопросом? Вы сказали, что те малоинвазивные операции, которые вы сейчас применяете, после них реабилитация сокращается в разы для пациента. Давайте поговорим об этом. Из чего состоит реабилитация? Вот пациент перенес, ну, я не знаю, допустим, операцию на желудок, что-то. Не будем сейчас конкретизировать, тем не менее. Операция прошла успешно. Как дальше выстраивается восстановительный период? Ну, раньше было где-то около двух-трех лет назад. Существовала даже реабилитационная программа в страховых компаниях. При обязательном медицинском страховании реабилитация проводилась так. То есть больной оперирован. Через определенное количество времени уделяется путевка, бесплатная путевка от страховой компании, и больной направляется на реабилитацию в один из санаториев, которые выиграли по тендеру лечение данных пациентов. Сейчас это на данный момент нет, но самое главное, что это для рабочих пациентов было. А в основном болеют все-таки люди пожилого возраста, и реабилитацию не проводят, естественно, только в амбулаторных условиях на данный момент. При операциях на желудочно-кишечном тракте реабилитация основана на том, что это в первую очередь соблюдение диеты. Рекомендации все даются при выписке обязательно. Если нужно, консультироваться с гастроэнтерологом для полноценной диеты, что можно, что нельзя принимать. Мы стараемся это все говорить. Препараты специфические для коррекции каких-то желудочно-кишечных нарушений. То есть ферментные препараты, витамины, ношение, ограничение физической нагрузки, ношение, естественно, как я говорил, абдоминального бандажа. Если большие оперативные вмешательства проводятся. При малоинвазивных вмешательствах бандаж не нужен, потому что имеется маленький разрез, и больной не ощущает дискомфорта после таких операций. Ну, естественно, при малоинвазивных оперативных вмешательствах реабилитация сокращается. И намного. Поэтому и развивается это течение везде. Слава Богу, вернее, сначала за рубежом, сейчас и у нас достойно есть оперативные, вернее, врачи, которые владеют высочайшей техникой лапароскопической малоинвазивной хирургией, которые оперируют, я говорил, в тонкратной резекции, когда удаляется поджелудочная лиза, когда удаляется много органов, эти операции проводятся лапароскопически. То есть на экране через маленькие разрезы. И такие оперативные вмешательства. Хорошо. Павел Александрович, через ваши руки проходит огромное количество пациентов. И все-таки с какими проблемами чаще всего они обращаются? Давайте такой определенный рейтинг, что ли, составим тех проблем пациентов, с которыми вы чаще встречаетесь в своей практике? Это проблемы желудка, почек? С чем они идут к вам? Ну, к нам в основном обращаются заболевания органов брюшной полости. В первую очередь, на первом месте, конечно, стоит эта желчнокаменная болезнь. Как я уже говорил, мы проводим очень много оперативных вмешательств, не только по удалению желчного пузыря, но также на протоках. Различные реконструктивные операции на протоках, когда возникает воспаление, протоках, сужение, нарушение оттока желчи. Накладываются различные соусти между желчными протоками и кишечником, или желудком. Поэтому основная проблема – это желчная и каменная болезнь. Затем у нас большое количество грыж, грыжи, как в основном мы занимаемся в областной больнице. Хотелось бы отметить, что грыжи мы занимаемся большими, послеоперационными, которые возникают в послеоперационном периоде, как осложнение, позднее осложнение операций. Различные рецидивные грыжи, ну и грыжи больших размеров, так можно сказать. Обычные грыжи, паховые, пупочные, конечно, это удел все-таки районных хирургов. И как бы мы считаем все, ну просто у нас чисто физически не хватает времени на такую патологию. Ну, что грехотай, по платным услугам мы такие оперативные вмешательства делаем, если пациент, конечно, желает. Но по всем канонам это должны делать также хирурги в районе. Дальше у нас идут заболевания щитовидной железы, больные, с различными узловыми образованиями. Довольно много мы проводим таких операций. Вы делаете это совместно с эндокринологами, да? Ну, мы эндокринолог консультируем данных пальных, и показания для оперативного вмешательства выставляются совместно с эндокринологом или хирургом, естественно. Ну, почему так, Павел Александрович? Я была, на самом деле, крайне удивлена операцией на щитовидной железе. Это же никак не относится к брюшной полости, тем не менее вы их выполняете. Это говорит о постоянном развитии вашего отделения? Или что? Как вы вот это вот объясните? Ну, существуют такие понятия. Вы сами говорите, что общая хирургия, она есть общая. Она включает в себя гнойно-воспалительные заболевания любых конечностей брюшной стенки. Затем заболевания забрюшиного пространства, то есть опухоли эндокринных желез, надпочечников. Чаще всего щитовидной железы. Почему? Потому что, если бы, наверное, существовало отделение эндокринной хирургии, то, конечно, бы эти пациенты занимались, оперировались бы в этом отделении. Но в связи с тем, что это очень узкая такая специальность, и нужно количество пациентов достаточно, чтобы отделение функционировало, мы, естественно, этим занимаемся. И занимаемся, в принципе, давно. Это был удел общих хирургов, владеющих этой техникой. Но эндокринная хирургия – это очень сложная хирургия, и ей необходимо заниматься там, где имеется все-таки квалифицированное, полноценное эндокринологическое отделение, чтобы мы совместными усилиями оперировали таких больных. Это же не только узловые образования, это различные аутоиммунные тиреидиты, различные токсические забы, которые возникают на фоне нарушения гормонов вчитовидной железы. Поэтому приходится их коррегировать вместе с эндокринологами, потом в спокойном стадии компенсации уже брать и оперируть. Просто на данный момент это наш удел, мы этим занимаемся, специализируемся, и, в принципе, оперативно мешается довольно успешно. Хорошо. Павел Александрович, все меньше остается у нас до конца программы, но, тем не менее, не могу не спросить, очень интересно ваше мнение. Что касается болезней брюшной полости, вот с вашей точки зрения, почему пациенты с ними сталкиваются? Это дело рук самих пациентов, то есть проблемы в них, они как-то халатно относятся к своему здоровью, либо же здесь играет какой-то наследственный фактор, либо низкое качество жизни. В чем проблема таится? Ну, здесь, наверное, такой комплекс факторов, который влияет именно на эти вещи. В первую очередь, конечно, это на данном этапе, из стороны медиков, то, наверное, раньше мы занимались санпросвет работой, которая у нас входила в обязательное, даже при аттестации. На данный момент с развитием, естественно, телевидения и всякой информации, интернета, любой пациент может, естественно, и посмотреть, увидеть, как действовать в данной ситуации. Но многое зависит от самих врачей, они должны все это объяснять, разъяснять и работать с пациентами, и их родственниками, так сказать. Но, конечно, большую роль, конечно, должен сам пациент думать о своем здоровье. Так еще вот цитату у меня даже есть, Амосова говорил, врач лечит болезни, а здоровье, ну, так, извиняюсь, а здоровье нужно добывать самому пациенту. То есть, естественно, пациент сам должен следить за соблюдением определенных факторов, злоупотреблением, будем говорить, алкоголем, пищей, жиром, ну, вернее, пищей, которая приводит к различной патологии, особенно желудочно-кишечного тракта. Вот, поэтому, еще раз говорю, что это комплекс, наверное, таких проблем. Ну, а факторы, которые влияют дополнительно, если вы задавали вопрос на развитие этих болезней, то, наверное, тоже мы не так уж хорошо, некоторые пациенты и живут, поэтому существуют факторы общественные, да, действительно большой комплекс именно воздействия на развитие вот этих различных заболеваний пациента. Ну, что ж, нам остается надеяться, призвать всех наших телезрителей следить за своим здоровьем, надеяться на увеличение качества жизни. Временно наша программа подходит к концу. Павел Александрович, спасибо вам огромное за беседу. Знаю, у вас очень много дел, вас ждут в отделении. Спасибо, что нашли время для встречи с нами. Друзья, напоминаю, сегодня в программе без предварительной записи профессиональным опытом с нами делился кандидат медицинских наук, хирург высшей категории с 33-летним стажем Павел Малошенко. Выпуск этой и других программ вы можете найти на сайте trc33.ru в разделе без предварительной записи. На этом у меня все. Увидимся уже совсем скоро. Берегите себя и тех, кого любите. Субтитры создавал DimaTorzok